На порталах The Get поступил вопрос, увлечение компьютерными играми это грех или нет? Во-первых, надо прояснить вопрос, что такое грех. Часто грех с людьми воспринимается как нарушение некой нормы, которое было прописано злыми церковниками в средние века, а мы, современные люди, вынуждены расплачиваться за это клерикальное всесилие, кто-то там решил, что это грех, а мы должны следовать. Грех переводит с греческого означает «мимо цели», то есть жизнь человека проходит мимо цели. Например, человек в течение года по 8 часов играет в компьютерные игры. Грех это или нет? Куда идет твоя жизнь вообще? Для чего ты это делаешь? Если человек действительно потратил кучу времени и ничего кроме одиночества не приобрел, то действительно его жизнь идет мимо цели. Значит, в каком-то смысле это грех. И грех это то, что разрушает человеческую природу. Вот, наверное, одно из самых замечательных коплений греха было дано в книге и романах Тихона Барсухова «Архиерей». В этой книге вкратце, можно за вечером прочитать, в виде даже какой-то истории притчи изложена вся сущность христианского богословия не в смысле каких-то отвлеченных догматических формулировок, а в виде простого, реального, практического применения. И как раз Архиерея в этой книге, то есть епископ объясняет, ну даже такие радикальные слова говорят, что грех это и лысая голова. Ну в каком смысле? Да, что грех это нарушение природы. Вот есть некий замысл Божий о честной природе, когда он начинает искажаться, вот это и есть грех. Понятно, дело не в лысой голове, а в том, что человек выбирает какой-то вектор жизни, который начинает его деформировать. И в каком-то смысле то, что является действие греховым или нет, зависит от того, какую цель человек вкладывает в действие. Если человек, например, я не утверждаю, что многие компьютерные игры вообще способствуют лечению каких-то нарушений, например, есть программы, которые специализированы на исправлении, может, речевых каких-то дисфункций и так далее. Если человек знает, для чего он это делает, для чего он играет, или он играет с кем-то, чтобы, не знаю, пообщаться с другим человеком, и у него в данном случае вот эта компьютерная посиделка включена в какой-то контекст, смысловой контекст, который настроен на какие-то высшие смысловые вертикали, тогда, возможно, это его не разрушит. Если компьютерная игра начинает восприниматься человеком как сама по себе, привлекая на себя, вот, стягивая вокруг себя все его время, все его смыслы, тогда, конечно, такой процесс он разрушает человека. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.